Эй, а вот и я! С Новым годом вас, друзья! И делились ожиданиями от Нового года и, конечно, мечтами. Веселья, праздники разные. Вместе собираются все друзья. Новый год, там дарят подарки, Дед Мороз приходит. Мы загадываем желания. А ты загадала уже? Да. А готова поделиться? Да. Я заказала косметику и телефон. Все отмечают его по-разному. Кто-то с салатами, кто-то тартами, кто-то по-разному. Я с салатами и заказывал Деду Морозу. У Деда Мороза подарки. Вот в этом году я заказал себе на Новый год в футзалке. Вот с воспитателем сели, написали, сказали, если Дедушка Мороз сможет, тогда привезут. Но я надеюсь, что он сможет. А ты веришь сюда? Верю. Заветные мечты у всех детей разные, но каждый надеется, что они сбудутся. А чтобы это непременно случилось уже в этом году, открытки, в которых описаны эти самые мечты, ребята повесили на елку желаний. На ее ветвях, как новогодние игрушки, висят желания более 400 детишек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В их числе ребята из школы-интерната, детских домов, социально-реабилитационных центров, детки погибших сотрудников республиканского МВД, пограничников и участников СВО. Дети Старобельского района Луганской народной республики, а также ребята, обратившиеся на сайт главе республики Рашиду Тимрезову. К слову, именно он первым и исполнил роль Деда Мороза, сняв с елки несколько шаров с детскими просьбами. Среди других детских желаний, что исполнит в этом году глава Карачаева-Черкесии, обучающий компьютер и виртуальные очки, а еще велосипед. Всего Рашид Тимрезов снял с елки желаний пять открыток, написанных юными жителями республики. Таким образом, глава Карачаева-Черкесии запустил новогодний марафон исполнения детских желаний. Теперь эту эстафету подхватят члены республиканского правительства, депутаты и главы муниципалитетов, которые также исполнят на новогодних праздниках чью-то детскую мечту. Дарья Назарова, Мурат Кемрюгов, Далиль Мирза, Архиз 24.